Интерактивная витрина от пермских инноваторов. Прозрачный сенсорный экран, как в фантастических фильмах. Ребята хотят сделать из диковинки привычное глазу явление. Эксперты на форуме подкинули идею, показывать в витрине социальную рекламу и другую полезную информацию. Стоит человек, смотрит на себя, но, например, видит себя в одежде от бренда, который находится за стеклом. Естественно, он зайдет и купит этот костюм, который на нем так хорошо сидел. Дорога молодых изобретателей не устлана лепестками роз, говорят организаторы. Мало создать новые, нужно, чтобы идея заинтересовала инвестора. Для инноватора важно быть лидером. Этому на форуме тоже учат, на тренингах. Многие ребята просто не верят в себя. И они считают, что все уже сделано. Транснациональные корпорации захватили весь рынок, они запатентовали все, что только можно. На Мострюковских озерах собрались молодые люди, которые точно знают, чего хотят. Здесь учат держаться на плаву, презентовать свой проект и работать с инвесторами. Депутату Госдумы Александру Хинштейну приглянулся идеальный двор. Бордюры здесь впитывают воду, парковаться можно прямо на газонах, они покрыты специальной сеткой. Дорожная разметка держится годами. Авторы идеи из Башкирии непринужденно общаются с гостями. Хотя форум Иволга проходит впервые, его уже называют Селигером на Волге. Здесь, мне кажется, удалось сделать то, чего не удалось сделать когда-то на Селигере. Здесь нет казенщины, здесь нет армейской фельдфебельской дисциплины и здесь нет политизации. Губернатор Николай Меркушкин, осмотрев экспозицию, заметил, региональные власти сделают все возможное, чтобы Иволга получила постоянную прописку в Самарской области. Ценные идеи под ногами не валяются, молодежи есть, что предложить экономике региона. Около двух тысяч участников представили свои проекты. Лучшие могут получить господдержку. Проекты разные, но наши самарские проекты, они достойны, абсолютно достойны. И я знаю, что проектов самарских эксперты выбрали очень много. Очень много. Более третий проектов, отобранных в финал, более третий. А представлены 14 регионов страны, ну 14 регионов по Волжье. В следующем году на Иволге могут появиться дополнительные смены. Наряду с молодыми политиками, инноваторами и айтишниками свои проекты будут представлять агрономы. Евгения Белова, Алексей Золотенков. События.